Приветствую уважаемых подписчиков, а также зрителей данного видео. Как вы помните, в патче 4151 вводили новую систему получения опыта в навыках скрытности и лёгкого шага. При этой системе персонаж мог получать опыт только в 15 клетках от зомби, при этом он должен был оставаться незамеченным. Между тем разработчики выпускают новые патчи и игра сейчас периодически обновляется. Теперь персонаж получает опыт в скрытности и лёгком шаге практически на любых расстояниях. Можно заметить, что сейчас персонаж находится на пустыре и здесь вокруг практически нет зомби, но при этом опыт в навыках скрытности и лёгкого шага тренируется. Возможно это скоро поправят. Но опять же, сейчас для получения опыта достаточно просто двигаться пригнувшись и на практически любых расстояниях в городе вы будете получать опыт. Из игры убрали влияние особенностей толстой и тонкой кожи на шанс заражения зомби-вирусом. Напомню, что раньше толстая кожа уменьшала шанс заражения, а тонкая кожа его увеличивала. Сейчас код игры выглядит следующим образом и можно заметить, что нет влияния особенностей толстой и тонкой кожи на шансы заражения зомби-вирусом. Поэтому сейчас эти особенности крайне дисбалансированы по стоимости очков, которые вы тратите при старте игры. И теперь, наверное, высокая жажда, это то, что мы все берём обычно, отходит на второй план, а лавры первенства теперь получает тонкая кожа. Но опять же, в код игры добавили какой-то новый аргумент, параметр которого изменяется в зависимости от навыка толстой и тонкой кожи. Опять же, в каких функциях участвует данный аргумент сказать сложно. То есть может быть он и влияет на шанс получение повреждений от зомби, а может быть и нет. А влияет он на получение, допустим, царапин от веток и получение царапин от разбитых стёкол, когда персонаж бьёт их голыми руками. При этом царапина от веток и от стёкол не заражают персонажа смертельным вирусом. На всякий случай напомню, что заразиться зомби-вирусом в игре можно только непосредственно от зомби. В других случаях это невозможно. То есть можно буквально бегать босиком по битому стеклу и потом с окровавленными ногами начать бегать по трупам зомби и при этом персонаж не заразится. Теперь возникает законный вопрос, можно ли как-то это выяснить? Влияют ли особенности тонкая или толстая кожа на шансы получения царапины укусов от зомби? Конечно, это можно выяснить непосредственно в игре, то есть уже с учётом всех функций кода игры. И так получилось, что у меня есть хороший друг, который написал мод, позволяющий собирать статистику. То есть количество нападений, при этом сколько из них были успешными, и сколько из них персонаж смог заблокировать. А также каковы шансы получить царапину, укус или глубокую рану при атаках со стороны зомби. Ну, конечно, такую статистику приходится собирать часами. Зато в этом случае уже можно будет точно сказать, насколько те или иные особенности увеличили или уменьшили шансы как получения царапин укусов, так и заражения зомби-вирусом. Так вот, после сбора статистики выяснилось, что особенности тонкой и толстой кожи не влияют на шансы получения царапин укусов, а также не влияют на шансы заражения зомби-вирусом. При этом эта статистика для головы персонажа без оружия в руках. Конечно же, у опытного персонажа с оружием в руках намного больше шансов заблокировать атаку. А если персонажа одеть в одежду с кожными нашивками, сделанными на 10 уровне шитья, то шансы отделаться лёгким испугом значительно возрастают. Опять же, если персонажа атакует два зомби одновременно, то в таком случае шанс на получение царапин укусов возрастает. А также атаки с фланга или со спины. Если персонажа одновременно атакует три зомби, то он делает вот это. Ну и в таком случае управление персонажем прекращается. Наверное, уже ни для кого не секрет, что бочку для сбора дождевой воды, а также бойлер можно соединить с раковиной. И вот раньше можно было, соединяя бочку для дождевой воды, получать чистую питьевую воду. Так вот, сейчас это исправили. То есть, если мы набираем воду из бочки с дождевой водой через раковину, то получаем грязную воду. Опять же, если вот мы соединили с бойлером, в бойлере чистая вода. И если мы набираем из бойлера, то вода набирается чистая. Да, чуть не забыл, вот такой офисный бойлер теперь весит 30. Раньше весил 5. Один из подписчиков писал то, что были определенного рода проблемы с книгами, но, похоже, разработчики это исправили и сейчас никаких проблем с нахождением книг и журналов нет. Я вот сейчас нахожусь своим персонажем в школе Реверсайда и это испытание апокалипсис обычный. Раньше целостность оружия можно было определить по звездочке здесь в левом верхнем углу экрана и теперь ее убрали, стало неудобно. Две Виктории писал то, что сейчас в моде у нас банданы, очки, ну неважно какие можно и для чтения, а также шлемы. А вот шляпы нынче не в моде, поэтому шляпы лучше не одевать на персонажа. Если вы все еще не поняли, то банданы, очки и шлемы они падают с персонажа, когда его пытается укусить или отцарапать зомби, при этом персонаж не получает урона. А вот шляпы не всегда падают, в большинстве случаев они остаются на персонаже, но при этом персонаж получает урон. Еще один из подписчиков написал то, что в школе в партах теперь можно найти чипсы и вот газировку. И поясные сумки теперь снижают вес вещей, которые находятся в них на 50 процентов. Многие негодовали по поводу того, что я забыл сказать про звуки. Ребят, конечно звуки поменяли, и звуки дождя, и звуки окружающей среды, и птички теперь поют по другому, и винтовки теперь стреляют звонче, но давайте вы все эти звуки сами послушайте в игре. Спасибо всем за ваши комментарии, ну а если я что-то упустил, пишите пожалуйста об этом, постараюсь не забыть в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч.